Тренинговая, деловая и экскурсионная программы. Всероссийский патриотический форум объединил специалистов и организаторов патриотического воспитания со всей страны. В рамках очного формата форума в павильоне на ВДНХ собралось около 600 человек. Программу подготовили насыщенную, и каждый её участник мог найти здесь что-то полезное для своего объединения. Как сделать правильно пиар-кампанию при проведении каких-то мероприятий, как написать проект на патриотическую тему, провести что-то гигантское, но самое-то главное всей нитью проходило – это сохранение исторической памяти. То есть все основные мероприятия, которые проводились и заседания, они были направлены на то – сохранение исторической памяти. В день проходило по 16-18 треков. Попасть на все было просто физически невозможно. Приходилось выбирать из них 4-5 наиболее для нас полезных, признается Вячеслав Викторович. Главное достоинство форума заключается в том, что это уникальная коммуникативная площадка, призванная познакомить и объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания из разных уголков страны. Тоже связи появились с людьми, которые занимаются и военно-исторической реконструкцией, ну причем как бы руководителями этого движения, да, и с Музеем Победы, что немаловажно для нас. То есть у нас есть какой-то выход, чуть, ну дальше немножечко, не только замкнуться вот в себе, но и возможность другим людям в других городах посмотреть, что у нас здесь находится. Вячеслав Лапашов планирует побывать на этом масштабном мероприятии еще раз. О пользе форума высказался и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что форум обретает традиции и назвал его востребованной площадкой для конструктивных, творческих дискуссий представителей органов власти, образовательных и общественных организаций, участников поискового и добровольческого движений. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябах, Служба новостей, Саров-24.